Всем привет! Как дела, как праздники? Сегодня хочу поделиться своим опытом использования довольно популярного сверлильного станка фирмы Bosch, модель PBD-40. Брал его для своей хаббиной мастерской, ориентируясь на отзывы владельцев. Посмотрел несколько видео обзоров, поездил по магазинам, покрутил, повертел и понял, что буду брать только его. Чем он мне понравился? Прежде всего, дизайном. Он реально симпатичный среди убогих конкурентов. И если говорить о таких подражателях, как, например, фирма Шепах, то аналогичная модель весьма похожа, но вот качество исполнения сильно хромает. Bosch, несмотря на то, что зеленый, сделан отлично. Да и вообще, я не считаю, что есть огромная разница между синим и зеленым Bosch. И то, и то неплохо, просто синий продукт более продуманный и стоят более качественные внутренности. Но вот как раз синего сверлильного станка у Bosch я не нашел. Важные плюсы станка для меня. Это точность позиционирования сверла за счет лазерного прицела и управления глубиной сверления. У станка есть возможность выставить сверло на заготовку, обнулить позицию и спокойно углубляться в деталь, наблюдая при этом информацию о глубине сверления на жидкокристаллическом дисплее станка с точностью до десятых миллиметра. Неплохим подспорьем также является подсветка. Хотя она и не очень яркая, но в темном рабочем месте все же будет лучше, чем ничего. У станка есть и другие плюсы. Это плавный старт, быстрый зажим сверла без ключа, поддержание постоянных оборотов, то есть константная электроника. На выбор два режима скоростей. Первая скорость регулируется в диапазоне от 200 до 850 оборотов, вторая скорость от 600 до 2500 оборотов в минуту. Ну а если новичок не знает, какая скорость для чего больше подходит, то сбоку на станке есть подсказка от производителя в виде графика. Максимальный диаметр сверления в стали 13 миллиметров, а в дереве до 40 миллиметров. Максимально же возможное для зажима в патроне сверло полтора миллиметра. Вход сверла 90 миллиметров. Входная мощность станка 710 ватт, при этом весит он всего 11,2 килограмма за счет того, что довольно массивная и широкая подножка сделана из фрезерованного алюминия. Кстати, из него же сделан зажим и параллельные упоры, которые идут в комплекте. Станок подходит как для работы по дереву, так и по металлу, но лучше всего он справится с мягкими металлами, такими как алюминий и медь. Не могу ничего сказать про сверление конструкционной или инструментальной стали, так как лично не пробовал, однако характеристики станка теоретически это позволяет осуществлять. Станком я очень доволен, мне хватает его за глаза как по производительности, так и по точности. Купил бы я его второй раз? Да, определенно, даже несмотря на достаточно высокую стоимость. Сейчас станок стоит в диапазоне 250-300 евро. Я считаю, что вполне оправдывает эту стоимость. Если говорить о люфтах, он присутствует в патроне, но мне это не мешает, так как совсем незначительный. Если кого-то эта проблема сильно беспокоит, то ее можно решить заменой подшипников, и в интернете есть подобные видео. Также где-то на 0,3 мм отклоняется лазер, но мне это также не мешает, так как я стараюсь использовать его как ориентир, но пользоваться все же разметкой, пока еще не обладаю достаточными столярными навыками. Ну и посмотрим немного, как регулируются обороты, как вообще станок этот в работе себя ведет. Субтитры сделал DimaTorzok В будущем все же надо бы отрегулировать лазер, но пока есть другие гораздо более важные дела и проекты, о которых вы узнаете в следующих видео. А чтобы их не пропустить, подписывайся на канал и ставь лайк авторов за труды. Всем спасибо за ваше время, потраченное на просмотр этого видео. Надеюсь, что оно было интересным и полезным. Всем пока!